друзья всем привет меня зовут лена и вы на моем канале сегодня мы с вами приготовим вкуснейший салат селедка под шубой еще его называют шуба ну что поехали для приготовления этого блюда нам понадобится селедка вот мы взяли одну целую селедку и у нас получилось вот такие две тарелки мы почистили селедку убрали все лишнее и используем только чистое филе без кожи и костей далее филе измельчаем в маленькие кубики и равномерно распределяем на поверхности тарелки как видите на тарелке еще есть мелко нарезанный лук чем мельче мы нарежем лук тем лучше лук и селедку мы заливаем небольшим количеством растительного масла еще добавляем совсем немножко уксуса для вкуса еще для приготовления селедки под шубой нам понадобится морковка картошка и свекла для того чтобы съесть селедку под шубой и остаться в хорошей физической форме мы используем низкокалорийный майонез 28 процентной жирности у меня вот такой дальше мы делаем слой из картошки натираем ее на крупной тёрке равномерно распределяем вот это количество картошки на две тарелки а знаете ли вы что этот салат еще и очень полезно к примеру берем нижний слой сельдь в первую очередь это прекрасный источник белка и омега-3 жирных кислот который стимулирует работу мозга и борется с сердечно-сосудистыми заболеваниями еще лук достаточно часто используется в приготовлении блюд лук также полезен для здоровья имеет антисептические свойства и борется с вирусными заболеваниями следующий слой у нас картошка картошка это во первых овощ который содержит клетчатку а клетчатка нормализирует работу желудочно-кишечного тракта и и и и и и и и равномерно распределенную картошку смазываем майонезом майонез у нас магазинный я уже говорила что он низкокалорийный если есть возможность делайте майонез сами я думаю что в скором времени мы вместе приготовим домашний майонез на моем канале и попробуем какой все-таки лучше магазинный или домашний если вы уже готовили сами майонез напишите пожалуйста в комментариях получилось или нет какие есть нюансы приготовления домашнего майонеза распределяем майонез по поверхности картошки не нужно сильно надавливать максимально сохраняем воздушную структуру картошки в салатах которые смазываются майонезом есть важный момент после приготовления блюдо должно немножко полежать отдохнуть и пропитаться вкусы ингредиентов смешаются и салат просто будет таять во рту вот так одну тарелку мы уже намазали переходим на вторую и точно так же смазываем майонезом равномерно по всей поверхности и и и и и и в зимний период как никогда организм нуждается в жире для поддержания теплового баланса и так уже две тарелки мы смазали майонезом небольшой секрет именно на этом этапе блюдо можно немножко подсолить соль делает вкус более выраженным ну вот так прекрасно следующим слоем у нас будет морковка морковку очень часто используют в приготовлении различных блюд морковку натираем на крупной терке и будем равномерно распределять если говорить о полезных свойствах морковки то в ней содержится каротин который в организме преобразуется в витамин А в морковке еще содержится витамин С, В, Д, Е, а также различные минералы и микроэлементы немножко морковки у меня ушло мимо тарелки но ничего страшного сейчас все уберем вот еще кусочек сейчас распределяем морковку по поверхности вы можете брать больше морковки чем у меня у меня в морковке немножко вот так распределяем равномерно морковку по поверхности тарелки удобнее всего распределять картошку морковку именно вилкой напишите в друзья в комментариях как готовите шубу вы может у вас есть какие-то лайфхаки приготовления этого вкуснейшего салата друзья нужно распределили морковку переходим к последним словам это свекла после клубного времени нужно также содержать много полезных свойств это в первую очередь перчатка свекле даже больше клетчатки чем морковки картошки так как в свекле есть клетчатка то она естественно улучшает пищевую линию итак друзья мы распределяем свеклу по тарелке это классический вкусный рецепт шубы я думаю если изменить какие-то ингредиенты свеклу заменить на что-то другое или картошку на батат или еще на что-то другое или рыбу другое поставить это уже будет не серебка под шубой потому что тоже другое красные бруди красные бруди ну вот она красавица получается уже так и хочется съесть но мы подождем немножко чтобы пропиталась сейчас поставим в холодильник вы можете также ставить в холодильник или в другое прохладное место вот красота просто прелесть советую вам еду готовить самостоятельно дома так вы точно будете уверены в свежести продуктов и безопасности исходного блюда друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки посмотрите что мы сегодня приготовили какая красота давайте дальше готовить вместе смотрите